Со дня рождения нижегородской легенды советского кино Изольда Извицкая исполнилось 85 лет. Всемирную известность ей принесла роль Мариутки в фильме Георгия Чухрая 41. Однако звездная карьера была недолгой. Умерла Изольда Извицкая в 38 лет от голода и алкоголя. На родине актрисы в Держинске поклонниками создан специальный музей. Там побывал Александр Алешин. Во Дворце культуры химиков поклонники актрисы организовали целый музей, посвященный жизни и творчеству Изольды Васильевны. Здесь часто проходят экскурсии. Обратите внимание на этот царственный торшер. Когда-то его приобрела сама Изольда Извицкая. Эти фотографии более полувека хранились в архиве у родственников супруга Изольды Извицкой Эдуарда Бредуна в Республике Молдова. И мы очень счастливы, что теперь они обрели новое место жительства. Мы их нашли на одном из интернет-аукционов. Изольда – это яркая звезда, которой невозможно не восхищаться, не гордиться. А здесь не хочется писать. Все ясно. Лето. Ты понимаешь. Твоя иска. 1952 год. И посмотрите, эта фотография сделана как раз в Держинске у реки Оки. Это табличка с двери квартиры Извицких. Настолько интересно. Все до дончайших мелочей. И столько можно много узнать. Она выдающаяся актриса. И если бы я поступала, то хотела бы быть похожа на нее. Держинск, переулок Жуковского, дом 4. Здесь провела детские и юношеские годы Изольда Извицкая. И здесь же собираются ее поклонники. На этом крыльце, который до сих пор называют крыльцом Изольды, собирались ее первые зрители, ее друзья и одноклассники. Здесь она замечательно читала стихи. Такая симпатичная девочка была, скромная, очень такая милая. Мы учились в одной школе, в параллельных классах. Вместе ходили в самодеятельность. Она играла в Снегурочку, я играла в Купавну. Значит, она сказала, пойду в ВАВГИК. Доступная и общительная очень даже была. Часто приезжала. Красавица была. Очень даже была красавица. И еще она очень любила кисок. Мой город, увы, невозможно сравнить ни с Пизой, ни с Кёльном, ни с Ницей. Но именно он миру смог подарить актрису Изольду Извицкую. Жалко, что она рано ушла из жизни. А потом все пошло под гуру. Понимаешь, пошло все под гуру. Ой, виновата, конечно, личная жизнь неудачная. Потому что я все время ей говорила, что не надо было этого чертового бребуна замуж выходить за него. Жалко, что ушла, она плохо спилась. Когда мы учились, Дзержинск пил как сумасшедший. Папа выпивал, все кругом выпивали. Ну, вот у нас интеллигентная была семья, там как бы не было такой пьянки. А кругом была невозможная. И, видимо, она считала ничего особенного. А потом он ее приучал. Муж, да? Да, да, да. Это нужна была воля. Вот, понимаешь, у нее была красота потрясающая. Она была красивая и очень, очень обаятельная. У нее все было, понимаешь? И темперамент, и характер, и все, все, все. А воли не было. Но, тем не менее, остались нам в наследство фильмы с ее участием. Фильмы, которые передают потрясающие образы от тургеневской девушки до женщины-снайпера, воинственной морютки. Образ, который вошел в классику мирового кинематографа, которую знают весь мир. Продолжение следует...